Павлодарская область. Один из крупнейших индустриальных и экономических центров Казахстана. И не случайно на ее территории сосредоточены запасы угля, никеля, золота, меди, цинка и свинца. Павлодарская область является одним из развитых индустриальных регионов Казахстана, представляя собой межотрасливый и промышленный комплекс. Такими природными богатствами было бы глупо не воспользоваться. Именно поэтому в регионе создана индустриальная зона. Данные заводы планируются запустить к концу 2023 года. Промышленность региона разнообразная и охватывает разные направления. От машиностроения, черной и цветной металлургии до нефтеперерабатывающей и химической промышленности и энергетики. Он является единственным в стране. Он является, конечно же, и градообразующим предприятием более 4000 человек. Еще пару лет назад в международном рейтинге Doing Business Павлодарская область вошла в пятерку лучших регионов страны по созданию условий для ведения бизнеса. В структуре промышленности Павлодарской области удельный вес занимает обрабатывающая промышленность – больше 65%. А в прошлом году новой площадкой для диалога с бизнесом стал Дом инвестора. Понятно, что экономически сильные регионы – приоритет государства. В этой программе на примере Павлодарской области расскажем о развитии страны и поймем, почему это важно в контексте нового национального проекта, объявленного президентом страны. Особое развитие промышленная история Павлодарской области получила в послевоенные годы. Обязывала к этому сырьевая база и энергетические ресурсы. Угольная промышленность развивалась на Экибастузском месторождении, одном из крупных в Советском Союзе. Сейчас, благодаря Экибастузской ГРЭС, Павлодарская область занимает больше 40% доли по выработке электрической энергии в стране. Если брать 2020 год, у нас выработалось по всему Казахстану около 107 миллиардов киловатт-часов. Данный блок нам даст где-то порядка 3,5 миллиардов киловатт-часов мощностью 500 мегаватт. Есть тенденция за последние 4 года рост потребления в Казахстане на 4%. И этот рост, он с каждым годом растет, так как у нас экономика развивается. И нужны будут дополнительные мощности для экономики Казахстана. Сейчас перед ГРЭС стоит задача максимально быстрого введения в работу всех блоков станции. Уже в следующем году в районе планируют запустить два новых завода – кремниевый и ферросплавный. И это значит, что нагрузка на сети увеличится, и область должна быть к этому готова. Кстати, на новый ферросплавный завод в регионе особые надежды. Предприятие будет иметь стратегическое значение для возрождения Кебастуза, как один из основных инвестпроектов моногородов. Стоимость проекта больше 90 миллиардов тенге. Продукция нового завода будет полностью соответствовать всем требованиям мирового стандарта и стопроцентно ориентирована на экспорт. Еще одним из значимых проектов является проект по выпуску черновых осей и кованых бандажей. Производство комплекса позволит выпускать порядка 150 тысяч кованых изделий ежегодно. Дополнительно обеспечивает свыше 160 рабочих мест увеличением до 600. В этом году в регионе запустили еще один новый завод по производству микросферы. Объем инвестиций на первом этапе превышает 2 миллиарда тенге. Мощность проекта – 12 тысяч тонн продукции в год. В качестве сырья – золошлаковые отходы местной электрической станции. Переработка алюмосиликатной микросферы заключается в том, что зеркало зола-отвала, где собирается зола с грэс-ахсу, мы собираем с поверхности микросферу. Это легкая часть золы, которая, если не собирать, будет разноситься ветром и будет оказывать негативное воздействие на экологию. Наша задача – ее собрать, привезти сюда на завод, высушить и разделить на фракции. Высушенная и разделенная на фракции микросфера – уже сама по себе товарный продукт, который полностью отправляется на экспорт. Крупные фракции используют в нефтесервисе, мелкие – добавляют в краски и в сухие строительные смеси. Специфика заключается в том, что часть коллектива – это высококвалифицированные специалисты, причем, скажу, очень высококвалифицированные. Мы их привлекали, можно сказать, даже переманивали с больших корпораций, которые работают здесь, в городе, так как требуется очень хорошая и высокая квалификация в программировании, в работе с контроллерами. Предприятие полностью автоматизировано, технологическую линию обслуживает всего лишь три человека. Основным рынком сбыта предприятия стала Западная Европа и Америка. Правда, работе помешал коронавирус, внеся свои корректировки в логистику. Но завод работает в полную мощность, обеспечивая работой местных жителей. Создание новых производств на территории Павлодарской области позволяет нам создавать новые рабочие места для населения, в том числе в секторах химии, нефтехимии, металлургии, обрабатывающей промышленности, АПК. В настоящее время созданные условия на территории Павлодарской области для инвесторов позволяют им сократить значительно производственные затраты, логистические затраты. В этом году в области создан региональный инвестиционный штаб. Он нужен для обеспечения сопровождения новых проектов, которые только заходят на работу в регион. Таких на ближайшие три года уже 163. На общую сумму почти 2 триллиона тенге. Их ввод в эксплуатацию позволит создать больше 9 тысяч новых рабочих мест. При этом инвесторы не списывают со счетов и те заводы, которые работают в области уже десятки лет. Постепенно такие предприятия проходят модернизацию, становятся более экологичными. Одно из таких – старейшее производство города по производству глинозема. Он является единственным в стране, он является, конечно же, и градообразующим предприятием более 4 тысяч человек. На Павлодарском объеме завода, а вообще на акционерном обществе более 8 тысяч человек. Производство мощи самого завода на сегодняшний день составляет 1 400 000 тонн глинозема. Завод выпускает глинозем металлургический, значит, из которого уже в дальнейшем получается первичный алюминий. В данном случае на казахстанском электронном заводе. С момента обретения независимости по сегодняшний день объем промышленного производства в регионе увеличился с 13 миллионов тенге до более чем 2 триллионов. Доля обрабатывающей промышленности выросла с 10 миллионов до почти полутора триллионов тенге. И все потому, что у области есть одно несомненное преимущество, которое тут используют максимально. Наличие уже сложившихся кооперационных цепочек среди предприятий оказывает немаловажную роль при решении локализации производства. В шаговой доступности имеется ряд производств малого и среднего бизнеса, выпускающих расходные материалы для данных отраслей обрабатывающей промышленности. Исходя из вышеперечисленного, наш регион привлекает инвесторов, имеющихся электроэнергией, промышленной производством, и возможно добывать и приобретать необходимое сырье на месте локализации. Павлодарскую область называют индустриальным сердцем Казахстана. Здесь представлен ряд предприятий по принципу кластерного производства – химии, нефтехимии, алюминия. Последние вовсе называют уникальными. Потому что здесь сосредоточены 100% производства алюминия страны. И подобные достижения важны в контексте нового нацпроекта президента – сильные регионы, драйвер развития страны. Чтобы в итоге развивалась не только экономика отдельно взятой области, но улучшалась жизнь простых казахстанцев. И не только в мегаполисах, но и в небольших городах. Продолжение следует...